Привет, друзья, и добро пожаловать в новый творческий влог. Я сейчас не просто так стою на фоне тюля, потому что собираюсь снимать тиктоки, а это мой привычный фон для них. Ну и решила снять несколько кусочков для влога. Я сейчас немного приболела, поэтому озвучка моих роликов пока что приостановилась. Но зато я сняла очень быстрый и простой формат видео, где я оформляла эти блокноты, точнее как у меня был готовый блок и заготовки для обложек. И, собственно, их я обклеивала тканью и собирала уже готовые блокноты. И это все делала, скажем так, в режиме реального времени, то есть когда занималась творчеством, сразу и озвучивала то, что я делаю. Надеюсь, что формат такой вам понравится и будет вам интересен. Но если это видео зайдет, скажем так, то я сделаю, наверное, подробный мастер-класс по созданию такого альбомчика, точнее блокнота в переплете. Я очень давно не вязала, то не знаю, то мое творчество и, в принципе, мой канал изначально задумывался как канал об амигуруме, об игрушках, связанных крючком. И даже название моего канала, Крупинка Тойз, говорит об этом, потому что изначально это было, ну, скажем так, название для моего бренда игрушек. А потом я уже перестала в таком количестве вязать игрушки и поняла, что я не могу остановиться на одном виде творчества. С Нового года я ничего не вязала. Последняя игрушка, которую я сделала, это был бычок, как символ 2021 года, и я его подарила. Кстати, у меня дома очень мало моих игрушек лежит. Давно я этим не занималась, соскучилась по данному виду творчества и решила сделать льва. Пока что сложно сказать, что это лев, но думаю, потом, когда я сделаю ему грибу, вы его узнаете. Вяжу я данную игрушку не из головы, а по готовой схеме. И схема эта из книги Ольги Аскаровой, очень люблю ее канал, и также мне нравится эта книга, у нее их две, и я также приобрела себе еще вторую по куколкам. Сейчас я также занимаюсь еще одним проектом, точнее, еще одним роликом на YouTube. Это подробный ролик про ковровую вышивку, так как я уже сделала три вышивки, думаю, могу что-то вам уже подробнее рассказать об этой технике и показать. Пока что у меня получается такой милый тукан, как вы знаете, в последнее время мне очень нравится эта птичка, и кажется, эта вышивка смотрится достаточно красиво. С обратной стороны такой вот беспорядок, но мне кажется, что если это все аккуратненько и красиво подрезать, то получится милый такой коврик объемный. Но все-таки я использую как лицевую сторону вот эту, хотя в классической технике такой, эта сторона считается изнаночной. А мои вышивки, которые я делала до этого, я уже показывала вам, по-моему, в предыдущем влоге, я так и не собрала этот бедный Пикачу, так как давно уже лежит. Я их просто отгладила, думала, что буду оформлять, натягивать на картон и делать вот такие небольшие панно, как с этим миньончиком. Но что-то пошло не по плану, и милый коржик тоже пока что грустит, и уже даже немного помялась ткань, надо будет заново все гладить. Как вы видели, у меня готова уже мордочка, но только без гривы, такие милые лапки. И сейчас я делаю основную часть туловища. На выходных мы поехали на дачу, и я решила, что не могу вас оставить без этого чудесного заката. Также мы с семьей еще успели позаниматься творчеством, экспериментировали с эпоксидной смолой. Друзья, я к вам уже с готовыми проектами, и хочу показать милого львенка, которого я наконец доделала. Здесь очень интересным способом крепится грива, и на самом деле сзади это выглядит, наверное, не очень симпатично. Мне кажется, что мне немножко нужно было подлиннее сделать всю эту полосочку. Но уже как бы что получилось, то получилось, в принципе, мне нравится готовый результат, львенок получился очень миленьким, и я довольна. А еще, если вы давно за мной следите, то знаете, что я делаю мини-скетчбуки, то есть это такие маленькие блокнотики для рисования акварелью. Кстати, такие скетчбуки можно у меня заказать, написав мне в инстаграме, и я вышлю вам то, что есть в наличии, или варианты изделий, которые можно сделать на заказ по вашим предпочтениям. Так вот, размеры этих скетчбуков 5,5х5,5 см, а странички 5х5 см. И казалось бы, куда же еще меньше! Но я сделала вот такие миленькие малюсенькие брелочки, их размер всего 3х4 см, и сделала я эти брелочки в подарок подругам. Но брелочки эти необычные, а внутри фотографии. И я уже отсняла мастер-класс как по такому варианту брелка, так и по такому. И надеюсь, что совсем скоро эти мастер-классы выйдут. Вот, посмотрите просто, насколько они меньше, чем в скетчбуке, напоминаю, что это 5х5 см. И вот эти малюсенькие блокнотики, точнее, маленькие альбомы, можно сказать. А еще везде я обожаю добавлять эти миленькие кисточки, мне кажется, смотрятся всегда очень оригинально. Тут у меня получилось два способа по созданию таких брелочков. Один очень простой, мягенький, легкий брелочек получается, а второй способ немножко посложнее, но и выглядит, наверное, он более презентабельно. Ну и тут вопрос еще, каким количеством времени вы располагаете, потому что, конечно, такой брелочек я сделала буквально за полчаса. Но над этим брелком мне нужно было, конечно, долго поработать. Сейчас сижу, вышиваю и понимаю, что мне не хватает зеленых ниточек. Пока не придумала, что делать, наверное, попробую взять нитки немножко другого состава, акриловые, и посмотрим, как это все будет выглядеть. До этого я использовала нитки Yarn Art Jeans, это полухлопок. Нашла у себя в итоге такой моточек и уже разделила его на ниточки. Сейчас попробую вышивать. Да, вроде как эти ниточки тоже подошли, поэтому закончу вышивку остальных листиков этим цветом. И на этом мой влог подошел к концу. Хочу сказать вам большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно. Как всегда, хочу пожелать вам вдохновения и позитива. Творите с удовольствием. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok